Всё. Окей. Два слова, если можно. У нас второе занятие по книге «Душа Ветева», которое мы условно перевели как «Святость и природа Рава Шерхи». Да, вот у нас сегодняшнее занятие, которое мы назвали, может быть, несколько длинно, но тем не менее очень трудно передавать понятийно, правильно, с иврита на русский, особенно такую книгу. Вот поэтому название довольно длинное, но тем не менее. А именно «Возможная ориентация всех сфер жизни, как индивидуума, так и человечества в направлении одной возвышенной цели». Окей. Ещё, если будет позволено, я хотел буквально два слова сказать. Для меня самого это было как бы не то, что неожиданно, но интересно. Думаю, для присутствующих будет тоже. Я проверил, у меня было такое подозрение. Я проверил, а именно, встречается ли слово «Тева», которое мы перевели по-русски как «Природа», в Торе, в Пятикнижии, или вообще в Танахе. Вот ответ, который мне дал искусственный интеллект, да, Чад, Джи Пятикнижии, он сказал, что слово «Тева» вообще не встречается ни разу в Торе и в Танахе. Я действительно его тоже ни разу не встречал. То есть это как бы нормальная ситуация. При этом надо понимать, что слово «Тева», ну вот по прямому смыслу, да, это слово современное. Современность, значит, не 21 век, но это слово, по-видимому, не связанное как бы с понятиями Тора и Танаха. И наиболее как бы простые объяснения, что такое «Тева». Матбея, от этого же слова, это монета. Монета в смысле чекан. Литбоа – это утоплять, топить, внедрять что-то. Поэтому я думаю, что правильное понимание природа, хотя мы перевели по-русски слово «природа», по-русски, по-видимому, это мать природы или что-то такое, рода, не имеет никакого отношения к так, как это звучит на иврите и для иврита язычного уха, да. Природа – это, по-видимому, как я понимаю, это физические законы, которые созданы Всевышним, некоторая жесткая схема, которая сама развивается и так дальше, но тем не менее, это некоторая жесткая схема, в которой мы все существуем. А «к душа», с другой стороны, я проверил тоже интерес, слово «кадош» встречается в Торе 116 раз. А «к душа» слово, или «к душим» от этого же, употребляется два раза. «Будьте вы святы, потому что я святой» еще в одном месте. И мне кажется, что слово «святой», я так понимаю, почему Рафшерки соединил эти два слова, слово, которое на самом деле конфликтует друг с другом. Потому что «к душа» – это то, что вне вот этих механических, физических законов, окружающих нас, это что-то выделенное, это что-то специальное, что отличает поведение человека по отношению к Всевышнему. И поэтому надо понимать, что в самом названии этой книги, которую, опять же, мы условно перевели, как «Святая Саперова», и звучит очень гладко по-русски, на самом деле уже заложена бомба. Бомба, которую пытаются объяснить Рафшерки. И еще одну фразу я скажу, на этом остановлюсь. Вот, я несколько раз был свидетелем того, или слышал, как Рафшерки на своих занятиях и лекциях сказала некоторую вещь, которая меня вообще достаточно сильно поразила. Ну, может быть, это был немножко эпатаж. Но, тем не менее, по-видимому, это центральная линия вообще поведения Рафа Шерки и его подхода к иудаизму. И именно в этой книге она тоже очень сильно проявляется. А именно, значит, когда его спрашивают, а что ты вообще, что вы, Раф, хотите сделать в иудаизме, чем отличается мой подход, он сказал такую фразу, я слышал это несколько раз. В переводе на русский язык это звучит так. Я хочу, чтобы иудаизм был релевантен в наши дни. И это само по себе, мне кажется, тоже очень непростое выражение. С точки зрения, как бы, в кавычках, нормального, ортодоксального, религиозного человека нет вообще такой постановки вопроса. Почему? Потому что ответят, что есть уникальность Торы, было принятие Синаисского откровения, это уникальное явление, 600 тысяч людей и так дальше. Понятно, что вся Тора совершенно релевантная, современная, правильная и все. Но то, что Раф Шерки говорит, по-видимому, раскрытие этого смысла такое, что в наше очень непростое время, есть очень много людей в Израиле, во всяком случае, я думаю, вообще в мире, для которых религия вообще, а для евреев иудаизм в частности, он становится где-то нерелевантным и неинтересным, если говорить попросту. И вот мне кажется, мне кажется, мой ответ, что вся книга «Святость и природа», которую мы будем изучать, это ответ пытаться доказать, что да, Тора, Тора, это релевантно сегодня и в наши дни тоже. Окей, вот те два слова, которые я хотел сказать. Мы тебя не слышим. Включи, пожалуйста, микрофон. Если можно, давай я с тобой немножко не соглашусь. Окей. Значит, то, что слова «тева» действительно нет в Торе, в этом ничего особенного нет. из словаря «Иврита» в Танахе есть совсем не все слова, и слово «тева» совсем не современное, а ценно-классическое еврейское средневековое философие и так далее. Поэтому нельзя сказать, что это слово для «Иврита» неправильное, ну, если какое-то, или, то есть, для иудаизма что-то чуждое. Ничего в этом слове «чуждого» нет. Но действительно, смысл, как я понимаю, слово «тева» действительно, оно, так сказать, построено по европейским рекламам, как природа, и оно противостоит не святости, оно противостоит инцидентности. То есть, есть природное, имманентное, естественное, а есть что-то и внешнее, извне пришедшее, это инцидентное. И вот ударение классическое, как бы, акцентирование религии, что это вещь инцидентная, что она пришла извне. Откровение, Насинаи, Дали Тару, и вот мы ее изучаем. То, что называется «Ибгалу», то есть откровение. И все откровение имеет характер неестественный, никакая не «тева», а характер инцидентный. А «тева», то есть природное, находится ли в нем тоже святость? Вот здесь вопрос. То есть, здесь конфликт не между святостью и природой, а тем, что святость ошибочно воспринимали как вещь инцидентную, неестественную, противопоставленную естественности. А Шерки хочет подчеркнуть ту линию, в которой святость также и естественна. То есть, она трансцендентная продолжает быть, но также естественна. И он в этом смысле эту линию не выдумал. Он инцентирует Маймониды, и это где Марисов хоть можно найти, и у Рава Кука тем более, разумеется. То есть, просто он усиливает эту линию, что святость находится не только в откровении, но и в окружающем мире, в естественном. То есть, если переводить, то это будет святость, проявляющаяся в естественном мире. И вот это и есть действительно тема книги. То есть, не святость через откровение, а святость через естественность. И в этом смысле то, что это должно стать современным для современного человека, это, конечно, безусловно, Шерки пытается все это сделать, но и Рав Кук это совершенно делал. То есть, здесь не то, что это нужно доказать, а нужно перенасторить сам иудаизм, чтобы он стал адекватным в современности. В этом речь идет. То есть, не доказать, что иудаизм адекватен, а изменить, модернизировать сам иудаизм, это, безусловно, линия, которая началась с Рава Кука, чтобы он стал более адекватным в современности. И это включает в себя проявление иудаизма, появление религии через природу. Это есть еще, разумеется, у Рава Кука очень сильно, и у Рава Шерки он продолжает эту линию. Вот это то замечание, которое я хотел бы сделать. Окей. Хорошо, принято. Давайте тогда на этом остановимся, на этих водных словах, для того, чтобы чуть-чуть дать бэкграунд нашему обсуждению и продвинемся в наше второе занятие. Андрей, мы с тобой, ты с нами? Да, и наше занятие, собственно, является практикой включения вот этого естественного, соединения его с неестественным, святость, природой, расширение границ иудаизма и присоединение, собственно, материального мира к тому, что мы считали святостью. Итак, свою книгу Рав Шеркин начал с вопроса, в чем цель жизни. И на прошлом занятии мы пришли к тому, что цель жизни – это познание Всевышнего. Причем Рав Шерки это говорит не как указание какое-то категорическое, вот в это надо верить, а он постепенно, аргументированно, логично нам доказал, что с целью, с единой целью познания Всевышнего жить лучше, интереснее, и более того, это никак не уменьшает разнообразие жизни, более того, ее увеличивает. И сегодня мы займемся как бы практикой, то есть каким же образом все-таки можно и нужно направлять все области жизни для включения в единую цель. Итак, у каждого человека есть… Можно еще одно слово добавлю? То, чтобы не возникло, мне кажется, неправильности. Что Рав Шерки вовсе не хочет сказать, я тебе скажу, в чем цель жизни, занимайся познанием Бога. Он хочет сказать наоборот. Чем мы вообще жизнью занимаемся? Мы познаем мир. Это самое главное. Мы хотим все попробовать, мы хотим все узнать, мы хотим поехать, посмотреть, почувствовать. То вот это хавая, я уже хочу перевести на русский, переживание, да? Познание как переживание. Оно вообще центр жизни для всякого человека. Рав Шерки вовсе не хочет его заменить на что-то. Он хочет проявить, что если Бог проявляется в природе, то все познание природного мира, путешествия, знания, изучения, переживания и пробования всех сторон жизни, что это на самом деле и есть познание Бога. Он хочет, чтобы мы осознали это, а вовсе не навязать нам новый вариант. Вот это, мне кажется, тоже очень важно. Это раскрытие того, что мы и так как бы были к этому готовы, но не знали, как это назвать, а вовсе не попытка заменить одно на другое. Да, именно так, да? Поскольку мы и так все, чем мы занимаемся в жизни, мы занимаемся познанием, да? Мы познаем мир, да? То, что мы едим, мы познаем вкус пищи, саму пищу, там, читаем, смотрим, путешествуем. Вот. Но весь этот мир, да, поскольку он сотворен Богом, поскольку Всевышний Бог всего, то нет ничего, что было бы исключено из этой цели познания Бога. То есть, таким образом, можно продолжать познавать мир, да, но с целью познавать Бога. То есть, познавать Бога через познание мира. И для этого нужно осознать, да, свои стремления, действия, занятия, да, и связать их с этой целью. И этим, собственно, Раф Ширке и занимается, да? То есть, вот эти области жизни, да, их можно поставить как промежуточные задачи, да, как вехи на пути к отдаленной цели. Подобно тому, как человек, сбираясь на гору, ставит себе ориентиры, да? У человека есть какие-то проблемы, какие-то желания, и он их расставляет на карте своего движения к общей цели. И вот эти среднесрочные цели, да, там, например, ну, сейчас мы будем дальше смотреть по пунктам. Они будут охватывать все сферы жизни, и в конечном итоге они направятся и придут к одной общей цели, да? И для этого человек должен прояснить для себя свои вот эти стремления, которые, может быть, в других идеологиях, да, ему говорят, что они противоречат, да, цели познания Бога. А здесь он должен их прояснить и сделать их как раз ориентирами на пути главной цели. Главная цель – это познание Бога. Да, еще что важно, что не вся еврейская традиция считает, что цель – это познание Бога. В данном случае мы ориентируемся на книгу Зоар и на Маймонида, да, но это тоже в прошлый раз мы проходили. Итак, практику дает Маймонит, Рамбам в книге Шмуна Праким, пятая глава, которую написывают шесть областей жизни и то, как они могут быть направлены к познанию Всевышнего. И Рафширки отмечает, что здесь он идет от низшего к высшему, от более материальных занятий к более отвлеченным, абстрактным. Да, вот здесь я их расположил от более материальных внизу до более абстрактных, да. И Рафширки находит интересные моменты, да, вот именно в этой иерархии. Начинает он с тела, то есть у нас есть физическое тело, что включает в себя здоровье, питание, спорт, то есть все физические действия. Понятное дело, это работа с материей, да, с физикой. На следующей ступени идут деньги, да, которые уже менее материальные, более абстрактные. То есть, потому что сами по себе деньги реальной ценности не имеют. И, кстати говоря, на иврите кэсов деньги, да, происходит от слова желание, да. Человек желает определенных вещей, и вот это желание придает этим деньгам, соответственно, материальную ценность, да. Поэтому деньги, они находятся выше над материей, чем сама деятельность тела. Дальше идет изучение мудрости, куда включается как Тора, так и изучение наук. И потом идет речь, да. И здесь тоже интересно, почему речь, которая, казалось бы, можно ее понять как одну из функций тела, но рамбам ставит ее выше изучения мудрости, то есть интеллектуальных каких-то абстрактных усилий, да. И в этом есть определенный хедуш, да, потому что речь, будучи физическим действием, она находится на границе разума, чистого разума и материального мира. И речь, получается, она переводит, речь человека переводит абстрактные понятия в практическую плоскость, да. И еврейские мудрецы, они считают, что достоинство человека, его отличие от других уровней творения не в способности постигать какие-то абстрактные понятия, а именно в том, чтобы достигать единства. Единство между миром абстрактных понятий, высшим каким-то миром духовным и материальным миром. И вот это соединение высшего с низшим, материального с духовным, или опять же можно сказать, святости с природой, оно достигается посредством речи, да. Вот такой удивительной способности присущий исключительно человеку, который соединяет верхнее и нижнее. Дальше идет эстетика, что включает в себя красоту, искусство, чистоту и в конце, как это ни странно, смех. Это вот шесть областей, которые описал Рамбам, и теперь мы их разберем подробно. Идем снизу вверх. Значит, первое – это тело, физическое тело. И здесь понятно, что духовное продвижение невозможно, если человек нездоров. Это ему мешает, мешает сосредоточиться или там дольше прожить, больше продвинуться в познании Бога. И поэтому, соответственно, вся забота об укреплении здоровья, об укреплении своего тела, она является религиозным действием, потому что тело, которое нам дано, является инструментом познания. Соответственно, об этом инструменте я должен заботиться. И, соответственно, пища, которая напрямую относится к телу. И человек должен выбирать пищу в соответствии с пользой для тела, а не только на основании удовольствия, на основании вкуса. Питательная пища может быть также вкусной, но нельзя выбирать пищу, которая вредит телу. Таким образом, и питание у нас тоже служит общей целью познания Бога, поскольку голодный человек не способен учиться в ясности ума. Итог. То есть человек ест, но он ест не с сознанием, что он доставляет удовольствие своему телу, а с сознанием того, что он укрепляет свое тело для того, чтобы перейти опять же к общей цели, к отдаленной цели познания Всевышнего. Есть какие-то замечания или вопросы по пункту тела? Тогда идем дальше. Я хотел добавить, если можно, народ молчит, хотел добавить буквально одну фразу. Вообще у меня такое ощущение, я не знаю, как у вас, и когда мы читаем эти вещи, они кажутся настолько тривиально простыми, настолько, очевидно, банальными даже. Но если это человек должен есть, хотя с другой стороны, можно привести достаточное количество примеров, которые приходят в голову, когда люди не сильные здоровьем, в ситуации, которые были совершенно ненормальные, которые не заботились о трехразовом питании, тем не менее создавали потрясающие вещи. И с другой стороны, существует огромное количество людей, по-видимому, которые плотно едят три раза в день, там, бегают, то, сего, пятое, десятое, ничего с обличелачества не сделали. Правильно? Поэтому мне кажется, вот мое ощущение такое, это не только по отношению к этому абзацу, но по отношению к тому, что мы уже прочитали, да, и это, кстати, будет последняя фраза этого сегодняшнего раздела, который мы закончим. Мне кажется, что Раф Шерки все время пытается пройти по очень тонкой грани, соединяя вещи, которые очень трудно соединить современному человеку, а именно представить вещи, которые представляются тривиальные, обычные, можно сказать, оболванивающие, люди, которые считают, что религия, религия, да, что такое религия в сознании людей? Ну, религия это прежде всего, это какое-то упорядочение, все делают одно и то же, есть рамка, есть штанс, есть канон, есть определенные варианты молитв, то есть не варианты анусухи, как надо молиться, как надо действовать и так дальше. Раф Шерки все время пытается доказать, сам приводя примеры, что это не совсем так, что это так и не так, что это так, потому что это, да, действительно надо быть здоровым, надо есть, надо делать это, надо делать стандартную жизнь религиозного человека, но если, а дальше вот начинается если, но если это все для какой-то очень-очень высокой цели, если ты прилагаешь суперинституальное усилие, то тогда вот ты проходишь по этой грани, и вот мне кажется, это вот балансирование, которое не всегда как бы кажется очевидным и доказывает, мне, например, не всегда это доказывается и как бы очевидно, вот это та задача, которую он ставит, потому что если это не понимать, многие вещи, которые здесь пишут, они кажется просто тривиальным, окей? Вот Владислав поднял руку. Да. Да, Владислав, мы слушаем. Надо включить микрофон. Да, конечно. Всем добрый вечер. Я хотел, еще тут такой момент заметил, что по поводу тела, да, как вы говорили, но тело же это тоже как, допустим, одеяло, одеяние души идет. Вот если мысль, речь и действие, и вот как тело, это тоже одеяние души. Душа не может в нашем нижнем мире раскрыться без тела. Это, получается, знаете, как есть птицы без крыльев. Если заповедь, это птица, да, то кавана, намерение, это ее крылья. Может, заповедь без намерения существовать может, но она не полноценна. Так же самое. А вот крылья без птицы, это уже не самостоятельная фигура в том плане, что тело нам нужно только в том плане, чтобы потенциал души раскрыть в нижнем мире, чтобы создать жилище Всевышнего на этом уровне. Спасибо за внимание. Окей. Спасибо, Владислав. Тогда идем дальше. Следующий пункт у Маймонида это деньги. Достойный заработок и материально обеспеченная жизнь являются духовной ценностью с точки зрения Маймонида. Мы, в принципе, здесь и занимаемся тем, что доказываем, что все вот эти области являются духовной именно ценностью, привязывая к ним каванут, как сказал Владислав, то есть движение к цели, намерение, направление, собственно, и кавнут, так и называется эта глава, установление каваны, направление к цели. И опять же вопрос, как осмыслить деньги, дать им вот это направление к цели, для того, чтобы они не противились цели человека, а наоборот помогали и служили вехой на пути. Если человек не живет в хорошем достатке, то он не может ощущать полноценно мир, а значит не ощущает полноценно божественное проявление в мире. Мы начали с того, что весь мир – это проявление Всевышнего, познавая мир, мы познаваем Всевышнего, и понятное дело, чем человек больше достаток, тем больше он может познать мир в его разнообразии. И, соответственно, познать через мир Всевышнего, и поэтому не случайно все еврейские герои Танаха были очень обеспеченными людьми. Более того, есть ряд условий, по которым признается пророк, то есть пророк должен быть богатым. Это один из признаков пророка. Если он не богат, это не пророк, это даже не обсуждается. Это начиная с Танаха идет. И понятное дело, что накопление денег может быть ради благодворительности, милосердия, добрых дел, чтобы помогать другим, обретение мудрости, опять же, чтобы учиться, покупать книги, платить учителям, поехать куда-то в далекий город, где есть мудрый раввин. То есть для всего этого нужны деньги. И также ради успокоения ума. Есть очень интересная история в Талмуде про Робейну Тама, который зарабатывал тем, что давал ссуды под проценты неевреям. Когда ему было трудно в учебе, он клал на стол кучу золотых монет и играл с ними пальцами. Вот такая интересная история. Я ее до конца не понял. Мне кажется, что тут имеется в виду, что когда он учился, у него не было успокоения ума. По-моему, там Ишу-Вадат в оригинале. Я думаю, что это давало ему связь с естественным миром, чтобы он не ушел в слишком размышления, чтобы он сохранил связь с естественностью. Знаешь, я сейчас подумал, что есть, знаешь, у нас известная история, что когда первый священник в Йом-Кипур заходил в святая святых, то его привязывали к Наде веревку. Известная очень вещь. И обычное объяснение, зачем привязывали веревку, чтобы вдруг он там умрет от инфаркта. И как же его вытащить из святая святых, если туда нельзя заходить? Но такого случая не было ни одного за всю историю еврейского народа и храма. Никогда первый священник не умирал в святая святых. И объяснение есть еще что-то другое, что эта веревка психологически, она его удерживала в нижнем мире. То есть он заходит в святая святых, и он хочет туда окунуться полностью, он не хочет связи с естественным миром, слишком притягивает божественность. А на самом деле связь с естественностью необходима. Если эту связь потерять, то нельзя будет вынести из божественности ничего для жизни. А цель, то есть смысл вот этого поднятия в аудаизме, это всегда суметь вернуться и принести что-то в наш мир. И для этого нужно связь с этим миром сохранять. Вот эту веревку, на надежде всего не иметь. Вот видимо, для Абонютам эти золотые монеты были той веревкой, которая его привязывала к естественному окружающему материальному, бытовому, если хотите, миру. Да, интересно. Или просто кайфовал. Или просто кайфовал от денег, от золотых денег. Ну да, это миних, да. Иначе миних, да. Но, по-видимому, он очень возбуждался или как-то выходил из себя. Он не мог никак разобрать какую-то судью. Он пришел со своим монетами. Он миних это дал. У него успокаивалось. Но это вообще-то профессия была, понимаешь, золотыми монетами заниматься. Это не было ничего неожиданное, ненормальное, ценное от стовкатулки. Для него бытовой предмет, извините, предмет работы, так сказать. Это его компьютер, авторучка. Он этим зарабатывает постоянно. Вот это они все... Да, но обрати внимание, что Раф Шерки пишет «У мисахэ бабы это золотав». Мисахэ. То есть он играл. Он не считал. А, у меня еще два есть. Это и есть связь естественная. Ну хорошо, да. Чтобы они звенели, да. Ну да, да. Он себя подчеркивает некоторую такую сюрреалистическую, некоторую такую странную составляющую. Как это будет, когда мы видим, что в конце пирамиды стоит смех. Что, в общем-то, является нетривиально. Правильно? Начинается здоровье, деньги, окончает как бы смех. Что такое смех? Да, вот Владислав, слушаем вас. Мне кажется, тут еще есть такая важная корреляция можно провести, что привели пример со священнослужителем, который в емкий пор ходил святой святых с веревкой на ноге. И также с Беламом, который, как было сказано, оседлал ослицу. То есть пока более известно, что имеется в виду, он стал выше материальности, он оседлал материальность. То есть он к ней не привязался, он ее покорил. То есть она стала ему как бы служить на него. Он на таком уровне там был. Окей. Так, идем дальше. Следующий пункт. Изучение мудрости. Ну, мудрость на самом деле на языке Маймонида и мудрецов означает то, что мы сейчас называем науками. Ну, не только науки. Ремесло, насколько я понимаю, профессия тоже хохма. То есть уметь что-то делать, иметь мудрость. И здесь Маймонид делит вот это изучение на две категории. То есть, во-первых, изучение самой Торы и божественных вопросов, которые являются сами по себе познанием Бога. То есть движением напрямую к цели. И такая учеба, она сама по себе во имя небес. И вопрос в том, как направить изучение остальных наук на ту цель, к которой мы стремимся, познание Бога. И Рамбам пишет, что вот эти области, логика, математика, науки, которые есть, они направлены, они просто развивают, тренируют ум, улучшают умственные способности, развивают логическое мышление. То есть тот инструмент, которым Всевышний познает Бог. Таким образом, это просто тренировка. Человек привыкает правильно мыслить, тогда изучение божественного его становится более глубоким и точным. Еще один инструмент, такой же, как тело, или это часть тела и так далее. Но в принципе, опять же, когда человек изучает, как устроен мир Всевышнего, изучает науки или какие-то искусства, это расширяет, опять же, горизонты человека, расширяет его познание мира и, соответственно, познание Бога через мир, о чем мы здесь и говорим. Да, есть комментарии? Пойдем дальше, я думаю. И теперь речь, да, про речь мы уже поговорили немножко, что это, вот она тут как раз примерно на середине и находится, то есть она связывает миры и отличает, собственно, человека от всех остальных созданий. В еврейской традиции все создания делятся на четыре уровня. Домем, сумех, хай, медабер, нижний, то есть неживая природа, она называется домем, буквально молчащий. Верхний уровень творения, то есть человек, он называется медабер, буквально говорящий. Это, то есть в еврейской традиции главное определение человека, то, что отличает его от остальных. И это не случайно. Ну, во-первых, опять же, точно так же, как со здоровьем, с работой с физическим телом, речь, то есть нужно ее фильтровать в плане, чтобы не использовать ее во вред, а использовать ее для пользы. И умножать мир согласия, приобретать хорошее качество, мудрость, опять же, то есть это такая как бы охранная часть речи. Но также речь это то, что человек, то, чем человек похож на творца, поскольку человек создан по его образу и подобию, да, человек, как мы знаем, творит мир словом, и человек может речью не только беседовать, там, учиться, но может ей творить миры, да, не случайно мы, для нас так важна литература, да, песни, то есть мы любим слушать рассказы, любим читать, и это имеет для нас огромное значение. Песня, да, отдельный момент, да, что нас завораживают песни, стихи, мы можем их многократно повторять, хотя, казалось бы, мы ничего нового не узнаем, да, их знаем наизусть, но тем не менее, в словах есть что-то, что нас вводит в какое-то состояние, да, и для нас это важно, да, и вот это вот все прерогатива человека, это то, что его связывает с творцом, да, потому что творец тоже творит словом, и как раз человек, когда он рассказывает истории, когда он пишет книги, он творит миры буквально, да, то есть создает какую-то реальность, или же это там писатель, который создает реальность, да, своей книги, потом там по ней могут снимать фильмы, это тоже будет реальность, он сотворил мир, вот, либо человек, который описывает себе и другим свою жизнь, да, он тоже влияет на восприятие самим собой своей жизни, восприятие другими людьми его жизни, да, которая в конечном счете, опять же, влияет на него, вот, то есть таким образом мы творим миры, подобно Всевышнему, и соучаствуем, собственно, в творении, да, или умение сформулировать мысли, да, тоже очень важно найти нужные слова, которые являются тоже инструментом познания Бога. И, да, важность речи, сила речи Талмуд пишет, что проклятие мудреца даже без причины сбывается, да, ну, имеется в виду, что есть определенная сила у речи влияние на реальность, да, но здесь есть градация между тем, как бы, насколько важен человек, насколько он имеет влияние, да, есть люди, слова которых имеют вес, и они, соответственно, должны более строго эти слова за ними следить, да, потому что они сильнее влияют на реальность. И Робейну Бах, и Бен Пакудах книги «Обязанности сердец» пишет, что если бы человек знал, да, зачем он говорит, знал силу слов, знал их влияние, тогда, возможно, он бы целыми днями не произносил ни слова. Да, есть комментарии? Ну, так видно, как бы, что, вот, как мне представляется, продвижение идет от простого материальному более сложному абстрактному, правильно? Потому что мы начали с еды, потом, как бы, деньги, что является более абстрактной, чем просто физическое поддержание тела, но тем не менее необходимая оболочка физического существования, да, а теперь, когда речь идет про речь, ну, так это вообще, как бы, перевод чего-то очень абстрактного, непонятного, да, действия мозга, интеллектуальных способностей в область совершенно, как бы, материальную, которая связана с речью человека. Но при этом опять я хочу, вот я для себя, как бы, даже, это, может быть, больше говорю, мне кажется, опять Раф Шерке, он все время, как бы, у него все время идет вот эта вот центральная нить этой книги о том, что не подумайте, что с одной стороны должно быть все направлено на одну цель, познание Всевышнего. Ну, тогда человек может сказать, ну, возможно, я тупею, наверное, люди будут все похожи друг на друга, они будут все время обсуждать одно и то же, они будут все время обсуждать одну и ту же самую тему. И тогда он все время пытается, он, в смысле, Раф Шерке, привести обратный аргумент. Нет, это не так. Почему? Потому что чем больше цель удалена, чем больше она возвышена, тем больше для нее путей. И даже если мы все, все вместе, дружными рядами, будем идти к этой цели, каждый для себя будет идти своим путем, и мы не будем одинаковы. Хотя мы все занимаемся одним и тем же самым действием, познанием Всевышнего. Вот это вот все время, как бы, амбивалентная постановка вопроса. Мне так кажется. Единство в разнообразии. Ну, где-то да, но послушай, но это как бы звучит тоже типа такого, я не знаю, первомайского лозунга, но с другой стороны, это с точки зрения, как бы, ну, я не знаю, современного человека, в зале нерелигиозного человека, это основная проблема религии. В глазах нерелигиозного человека. Религия, религия, она отупляет человека, у нее есть ответы на все вопросы. Она говорит тебе, как надо действовать. Раф Шерке все время пытается показать, что это не так, не так, хотя общая постановка вопроса классическая, очень похожа на это. Окей? Ну, тогда перейдем к следующему пункту, это эстетика, да, то есть по этой градации это более абстрактная, более утонченная область, да, от низшего к высшему. Итак, в Талмуде есть такое изречение, красивая обстановка, там красивая женщина, мебель, да, посуда, по-моему, так там описано, расширяет сознание человека, расширяет сознание, да, такое современное выражение, на самом деле там как раз вот этот «да, ты есть», да, то есть и наоборот, если человек не обращает внимания на эстетику, если он живет в каком-то некрасивом, убогом месте, да, то это, душа его стеснена, и он не может, опять же, как широко мыслить, да, это опять же к тому, что, как мы говорили про деньги, да, про науку, да, чем человек имеет больше возможностей, расширяет их, тем больше у него возможностей для познания Всевышнего. И в этом, конечно, важна красота, которая, видимо, чем-то питает душу, да, и дает ей новые инструменты для познания. И здесь как раз незаменима роль искусства, да, которая в плане, что, ну, можно сказать, что если там путешествия расширяют познание этого мира, да, науки расширяют познание мира, то искусство, оно в этом плане вообще не имеет границ, да, и дает человеку познание каких-то уже миров, которые создают, опять же, другие люди, да, то есть это создаёт потенциал там бесконечного расширения уже, то есть мы говорим, если о познании мира, да, то тут человек, он ещё может творить миры, да, и, соответственно, человек, который, там, творец, да, деятель искусства, он творит миры, а его слушатели или читатели, они эти миры, опять же, познают, да, и таким образом познание Всевышнего становится совершенно бесконечным, да, то есть тут уже в этом пути можно двигаться бесконечно. Ну, и в плане эстетики, да, красоты есть ещё важное изречение из трактата «Шаббат», мудрец, который выходит с грязным пятном на одежде, заслуживает смерть, да, потому что он оскверняет имя Всевышнего, он мудрец, носитель Тора, да, по нему люди составляют представление о Торе, поэтому он как раз должен следить и за своим телом, и за своей одеждой, и это также можно перенести на чистоту улиц, например, да, что если человек следит за чистотой не только своего дома, но за чистотой своего города, тогда он, получается, уже расширяет не только своё сознание, а расширяет сознание там соседей, жителей своего города, да, вот по этому принципу, да, что если человек живёт в убогом месте, тогда он, его душа стеснена, и мысль его, опять же, стеснена и не может двигаться в познании. И последний пункт высший, да, из тех областей, которые описал Мемонит, это смех. Согласно еврейской традиции, смех, игра, забава – это неотъемлемая характеристика Всевышнего и Торы, да, есть несколько фраз, да, в Танахе, где Всевышний смеётся, сидящий на небесах посмеётся, да, он играет с Левиафаном, но там играть, смеяться, да, лицахэк – это похожее слово. Тора называется забавой, да, тоже интересное слово. Шаашуа – то, с чем забавляются. Тора называет интимные отношения Ицхака с его женой, вот этим же словом, да, и сам Ицхак, его имя означает, да, Ицхак будет смеяться в будущем времени. И также смех является одной из важнейших характеристик избавления вессианского времени, да, когда возвращал Всевышний в плен Сиона, мы были, как видящие во сне, тогда наполнялись уста наши смехом и язык наш ликованием, да. В Талмуде сказано, что смех расширяет сосуды души, да, и сказано также в Талмуде, что мудрецы, когда они учились, они делали перерыв на смех, да, и этим они отдыхали, да, и в чем, собственно, усталость, от которой приносит отдых смех. Понятно, что это речь не идет о физической усталости, тогда бы они отдыхали. Речь идет об умственной усталости, то есть, видимо, они уставали от интеллектуальных усилий, достигали определенных границ своей способности к пониманию, и поэтому им нужно было, опять же, расширить сосуды своей души, расширить инструменты познания. И это они делали с помощью смеха, да, именно смех делает перерыв в интеллектуальном усилии. А если человек всегда будет серьезен, он может как раз увязнуть в шаблонах своего мышления, да, и чтобы сломать вот эти шаблоны, границы мышления, как раз для этого нужен смех. То есть смех позволяет открыться новым направлением, изобретать и развивать идеи. Но у смеха есть две стороны, да, есть также такое понятие лейтсанут, как, ну, насмешничество, да, негативный смех, да, который тоже в Танахе об этом говорится, да, собрание насмешников не сидит. Это первый апсалом, да, и Раф Шерки так объясняет, вот эти две стороны смеха, то есть насмешничество, вот этот лейтсанут, он базируется на установке, что нет ничего важного, да, что это когда все подвергается осмеянию, да. А если задуматься на сутью смеха, да, например, там, проанализировать, почему человек взять какой-то анекдот, да, один, другой, третий, посмотреть, что в нем именно смешного, да, то мы придем к тому, что смех возникает, когда мы сталкиваемся с чем-то, что выше нашей способности восприятия и выражения, да, что есть речь, да, в которой мы можем что-то выразить, вот, а есть что-то, когда мы понимаем, что это за пределом, да, что-то неожиданное, что-то парадоксальное, и тогда у нас возникает смех, да, когда мы учим что-то, что выше слов. Да, и опять же, смех еще очень важен, поскольку мы, познавая Всевышнего, познаем очень возвышенные и трансцендентные вещи, да, поскольку Всевышний бесконечен, да, как можно его познать, да, и поэтому в этом деле глупо быть серьезным, да, потому что на самом деле, когда мы поверили в то, что мы действительно можем это познать, да, то это смешно, да, время от времени мы должны напоминать себе, куда мы движемся, вот именно, как бы, иронии и шутками, да, то есть смеяться над собой, над своими попытками познать непознаваемое, да, то есть это, как бы, некий перерыв и некое напоминание себе, куда мы движемся. Ну, и также есть известный рассказ в Талмуде, в трактате Таанит, да, что один мудрец пришел в город, да, и захотел увидеть жителей будущего мира, да, Бнеу Ламабас, сыновей будущего мира, попросил Всевышнего ему показать, да, и в этот момент на рынок вошли два шута, да, которые веселили людей, да, и ему было сказано, что вот эти два человека, те жители будущего мира в этом городе, да, он подошел к ним, спросил их, кто вы, чем вы занимаетесь, они сказали, что мы веселим людей, да, на рынке. Таким образом, Талмуд называет жителями будущего мира, то есть людей, которые обладают чувством юмора, да, то есть юмор, он связан здесь с будущим миром. Окей. Мне кажется, что тоже вот это, как бы, это нетривиально, правильно, ведь мы же говорим про религию, правильно, сравнивая с другими религиями, они как бы не специалисты, но тем не менее, да, говорится про смех вообще, про какие-то состояния человеческой души или человеческое вообще состояние, которое же оно несерьезное, которое не связано с такими высокими понятиями, как Бог, Божественное, Всевышний и так дальше. Вот это вот опять желание Рава Шерке, приводя, опять же, как бы примеры и со традицией, показать, что вот этот выход в так называемый открытый космос, да, какое-то вот проникновение во что-то высокое, в то, что он называет к душа по отношению к природу, да, то, что называется святость, вот этот вот прорыв, вот он показывает, что это нетривиально, что этот прорыв, прорыв, он может происходить по линии, которая совершенно нетривиальна, в которой выражается индивидуальность человека, а именно в состоянии, которое совершенно несерьезное, которое называется смех, то есть по-видимому что-то, что прямо противоположно интеллектуальному состоянию, В котором находится человек, который только что нам было сказано, чтобы что-то понять, надо заниматься науками, надо оттачивать ум, интеллектуальные способности и так дальше. А вдруг оказывается, что все это приводит человеку к тому, что он вдруг взрывается смехом. Окей? То есть по этой ступени познания, по шести ступеням мы дошли до некого предела, за которым уже прекращается речь и звучит только смех, потому что уже это то, что невозможно выразить словами. Да, Владислав? Да, Владислав, мы слушаем. Нет, мы вас не слышим. Владислав, не слышно вас. Ну, хорошо, если есть проблема, можно написать в чате, нам не удается услышать. Окей, идем дальше. Тогда переходим к следующей главе книги «Три вида людей». Она называется, это пятая подглава. Да, это одиннадцатая страница для тех, кто будет смотреть по книге в ивритском издании оригинала. Это одиннадцатая страница, называется «Шлоша суге анашин». «Три вида людей». И в этом разделе Раф Шерки делает небольшой вывод, анализ из вот этих уровней областей человеческой жизни, которые описал Майманитш Муна Праким. Из этого мы видим, что есть три типа людей по их стремлениям. И от низшего к высшему – это животное, человек и элогим. Животное – это то, что стремится к удовольствию. Это то, что мы говорили, человек ест вкусную пищу, несмотря на то, что она вредна. То есть, таким образом, он вредит своему инструменту познания Всевышнего, то есть телу. Либо деньги, опять же, используют на удовольствие и так далее. То есть, такой человек, который стремится к удовольствию, он называется животным. Есть следующий уровень – это человек. Он уже стремится к пользе, к чистой пользе. То есть, такое, как бы, отдача ради получения. И третий уровень называет его Раф Шерки Элогим. На основании Рамбама – путеводителей растерянных. То есть, Элогим на самом деле, я почему написал на иврите, в транслитерации, потому что это не только Бог. В Танахе, если мы посмотрим контекст употребления этого слова, это могут быть ангелы, это могут быть судьи, это могут быть какие-то чиновники или люди каких-то высших сословий. То есть, это от слова «сила», обладающая силой, обладающей властью. И вот так такого человека называет Маймонит, который стремится к познанию Творца. И здесь, да, и опять же, есть известные цитаты из Таилим. «Я сказал, вы боги, и сыны Всевышнего все вы». «Вы боги». Что значит «вы боги»? Имеется в виду, что вот высший уровень человека, стремление которого направлено не к удовольствию, не к пользе, а к познанию Творца. Вот то, что мы здесь и изучаем. И также есть момент в книге «Царств», когда Шауль идет к прорицательнице, чтобы она вызвала дух Шмуэля, пророка, из мира мертвых. Когда она увидела вот этого Шмуэля, она говорит «я видела бога, восходящего из земли». То есть, она назвала, опять же, пророка. Пророка вот этим словом «Эллуин». Да, ну тут все просто, это короткая часть. Окей. Можно спросить? Да, пожалуйста. А как понять, что человек стремится к пользе? Ну, если он не делает, отказывается от вредного, отказывается от вредного, приносящего удовольствия, и выбирает не обязательно приносящего удовольствия, но полезного. Ну, следит за здоровьем, за питанием, за речью. Ну, какие-то законы, да, наверное, он начинает там, заповедь. Ну, да, да, в случае речи, это там, например, законы чистоты речи, вот, а в случае здоровья тут не обязательно заповеди, а какие-то правила здоровья и питания, адекватные его времени. Опознание – это что, получается, тогда каббала, что ли уже? Нет, познание – это именно, как бы, жизнь, полноценная, разнообразная жизнь в этом мире, направленная на постижение Всевышнего, да. Поскольку, как бы, мир, Бог сотворил мир, мир – это его проявление, сказанное на всех путях своих, познавая его, то человек, соответственно, всю свою деятельность, как там, здоровье, польза, изучение наук, искусство, путешествия, там, работа, все вот это он делает с намерением ради постижения Всевышнего. Ну, и, конечно же, изучение Тора, да, это и так понятно, собственно, мы как раз расширяем границы иудаизма, да, тем, что включаем в религиозную цель, в заповеди те вещи, которые обычно религиозными ценностями не считаются. Мы только что говорили про смех, да, ну, как, вроде бы, смех не в этой центральной части каббалы, правильно? А в пирамиде, как бы, движением человека по знанию высокого, по знанию божественного, рамбам, если это не в рамбширке, ставят, например, смех, ну, как бы, не очевидно, правильно? Если сказали, действительно, каббала, сферот, скрытые миры, и все это было понятно, но вот смех – это уже менее понятно, менее очевидно, скажем так. Вот Раф Аруш, например, постоянно достает записки с анекдотами на своих уроках, их постоянно читая, да, то есть он использует смех как создание определенного настроения, да, то есть для познания Всевышнего. Мы переходим сейчас к последнему параграфу в нашем сегодняшнем встрече, но это очень важный параграф, совершенно не очевиден, да, я надеюсь, что вот у вас будут всяческие соображения на эту тему, а именно цель для многих людей. Опять же, хочу сказать, что очень трудно правильно перевести по-русски понятийно. Раф Шерки все время употребляет слово «тахлит», которое мы переводим как «цель», хотя это слово, на мой взгляд, «тахлит» – это какая-то деятельность человека, которую он делает для того, чтобы реально достичь какой-то вещи. Вот то, что по-русски, как мне кажется, в современном русском языке говорится слово «конкретно», это конкретные действия для достижения чего-то, которое совсем не конкретно. В данном случае вот это слово «тахлит», потому что цель, цель – это когда стреляют в тире, либо там, я не знаю, из лука, это попадать. Здесь «тахлит» – это другое. «Тахлес» – что конкретно надо сделать, чтобы познавать Всевышнее. Вот это вот «тахлит». «Тахлит» – это ради чего человек, не то чтобы даже живет, ради чего вообще существует жизнь. Вот это вопрос, с которым начинался наш эхлидер. Это слово «тахлит». Я просто еще раз повторю, чтобы для себя и для других понять, что слово «цель» здесь, которое просто пролетает у нас мимо ушей, здесь это очень глубокое слово «тахлит». На самом деле цель в русском однокоренная или похожая со словом «целый», «цельный», точно так же и «тахлит» со словом «коль», «клаль», так что все-таки есть что-то общее, совокупность, соединение. Я думаю, что есть где-то, но это не знаю, это этимология, она была более как бы развлеченных людей. Мне кажется, здесь все, что сказал правильно, слово «клия» тоже. Клия, в принципе, окончание, завершение. «Баяхулу шамам веарц», понимаешь? Для того, чтобы «баяхулу» должен быть тахлит. И были завершены небо и земли, завершены, почему? Потому что был тахлит их завершить. Окей? Итак, мы поговорили о том, как направить множество занятий, интересов, стремлений, желаний индивидуума, одного человека к цели, к цели познания Всевышнего. А теперь поговорим о том, что есть в мире множество людей, и у них у всех разные цели, разные характеры, разные идентичности. И как же мы можем им поставить общую цель? Не будет ли это, опять же, нивелированием, сведением к однообразию или каким-то тоталитаризмом, если мы всем вам дадим общую цель? Вот такой вопрос. Ведь каждый человек разный, у него своя личность, значит, у него должна быть своя цель. И ответ заключается в том, что познание Бога – это такая общая цель, которая, в отличие от других общих целей, не противоречит личным целям, а включает их в себя. И если цель – познание Творца, то каждое творение в ней может найти собственный путь. Поскольку Творец – корень жизни каждого творения, то он, собственно, идя к Творцу, идет к Творцу именно своим собственным путем, к своему корню. И та цель, о которой мы говорим, она общая, но каждый с ней обязательно будет подходить по-своему, исходя из своего уникального характера. И в итоге вот эта общая цель, о которой мы говорим, она обретает множество оттенков, становится более многогранной. В Талмуде сказано, что человек должен сказать «для меня сотворен мир». То есть человек должен воспринимать жизнь как личный диалог с Богом, видеть во всем то, что Бог обращается к нему, несмотря на то, что есть миллиарды других людей. И человек должен раскрыть тот уникальный характер, который вложил в него Творец, и действовать в соответствии с ним. Потому что только он может познать Творца, никто другой не может познать Творца так, как познает этот человек. И поэтому познание Бога одного человека будет неизбежно отличаться от познания Бога другого человека. Переходим к следующему слайду. Есть у нас история про Вавилонскую башню, в которой описывается именно попытка создания единого человечества. То есть люди того поколения видели проблему в том, что все люди разные, стремятся к разным целям, и была предпринята попытка объединения людей путем стирания индивидуальности. Там они все говорили «мы», мы построим город, мы построим башню, будем делать себе кирпичи. То есть там как раз нет индивидуальности. То есть они все как бы голосовали единогласно. И почему эта попытка провалилась? Там сказано «и сошел Господь посмотреть на город и на башню, которую строили люди». И Рафшерки замечает, что вот эта фраза «Вайерет Хашем» и «спустился», и дальше четырехбуквенное имя, оно означает откровение очень высокого уровня. И вот в книге этого нет, но в других местах Рафшерки говорит об этом. Поэтому я здесь с поиском нашел все места, где сказано «Вайерет Хашем» и «сошел Господь». Вот это пять моментов в Торе. Первое – это как раз Вавилонская башня, Вавилонское откровение. Второе – это Синай, это собственно дарование Торы. Там точно такие же слова, когда начинается откровение, точно такие же слова, как в Вавилоне. Третий момент – это опять же важнейшее место, где Моше просит Всевышнего открыть ему лицо, и Всевышний ему раскрывает тринадцать качеств милосердия. Четвертый момент – это вот я написал такое слово непонятное – имманация, излияние духа на семьдесят старейшин. Почему я написал имманация? Там стоит глагол «вээциль», от которого происходит слово «ацилут». Там оно первый раз встречается в Торе. Тоже важнейший момент – передача, переход того уровня пророчества, которое было в Муше на семьдесят старейшин, чтобы они распространяли это дальше по народу. И пятый момент, когда Всевышний сходит, чтобы порицать Арон и Мирьям. Вроде бы он не особо важный и непонятно, но с другой стороны, там Всевышний говорит им, что Муше не такой, как все пророки, я говорю с ним лицом к лесу. И так получается, что уровень откровения в Вавилоне, это уровень раскрытия Всевышнего, он такой же, как вот эти остальные четыре ситуации. Собственно, Синаи уже было бы достаточно, что в Вавилоне Всевышний раскрылся так же, как он раскрылся на Синае. И тут нужно задуматься, в чем, собственно, было раскрытие. И Раф Шерки говорит, что Всевышний хотел устранить вот это стирание индивидуальности, хотел именно запустить разнообразие, что он разделил языки, мы воспринимаем это как что-то негативное, что с тех пор люди, народы враждуют между собой. Но Всевышнему было важно, чтобы были разные идентичности, и они развивались своими путями, и было таким образом больше разных путей познания Всевышнего. И нам казалось бы, что откровение Всевышнего, оно означает полное подчинение всего его великой силе, что как он раскроется, все перед ним сразу отменятся. Но в Вавилонском откровении мы видим, что совершенно наоборот. Именно то, что Бог прерывает границы творения, это не делает всех одинаковыми, а это наоборот возвращает каждому его индивидуальности. Получается, что откровение Всевышнего вот такого высочайшего уровня, как на Синае, когда оно произошло первый раз, оно усилило разнообразие, пресекло попытку сделать людей одинаковыми. Я еще раз это скажу и прошу прощения, я все время повторяюсь, для меня, на всяком случае, это важно. Вот это вот очень амбивалентная вещь, что, казалось бы, все идут одной дорогой. И смотрите, в еврейской традиции, со мной можно привести, да, вот как бы Вавилонская башня, совершенно непонятная вещь, для того, чтобы человечество познало Всевышнего, дорога должна быть не магистралью, да, не скоростной дорогой, а она должна быть тропинками, где каждый со своим языком как-то так поднимается. То есть ситуация осложняется во многие разы, совершенно нелогично. С другой стороны, с другой стороны, да, мы знаем, что дорога, по которой идет религиозный человек, называется Аллаха, Аллаха от слова «идти». То есть, грубо говоря, есть некоторая проторенная дорога, человек встает утром, делает определенные действия, и так определенный регламент на весь его день. А с другой стороны, вот это вот история про Вавилонскую башню, которая говорит о том, что должна быть тропинка. Но каким образом идти по Аллахе и оставаться или быть религиозным человеком, и тем не менее идти по своей тропинке со своим языком. Вот, по-видимому, вот это вот как бы супер-супер-цель, супер-задача, которую ставит религиозным человеком Равшайки. По большому счету Аллаха это как правило дорожного движения, да, что они, в общем-то, каждый едет в свою сторону, Аллаха определяет правила, опять же, чтобы каждый не мешал другому. Да и нет, в Вавилонской башнюх тоже была некоторая Аллаха, правильно, когда они строили, иди сюда, подавай сюда, делай то, делай то. Голицы, как бы, говорят, что в какой-то момент они потеряли очень, как бы, серьезную человеческую связь. Один говорил, дай кирпич, а третий, это самое, вместо этого давал ему топор. Один злился на него и убивал, что вообще-то, как бы, не понимаешь. Пятый, десятый. Знаешь, то есть они, как бы, потеряли человеческую основу вот этого человеческого общежития. Но вообще, мне кажется, вот эта вот загадка или парадигма, каким образом человек, идя по одной дороге вместе с, я хочу сказать, толпой, с массой людей, которые похожи на него, идя по этой одной дороге, которая называется Аллаха, где все прописано. Если у тебя есть вопрос, обращаясь к Равиновым, тебе объясняют, каким образом он соблюдает, он может сохранить свою индивидуальность? Ну, на самом деле, мне кажется, тут дело в том, что все-таки Аллаха в такой жесткой форме, да, она присуща Галуту. А, собственно, когда народ Израиля возвращается на свою землю, вот тогда становятся важны идеалы, да, это, собственно, возвращение Танаха, да, не Талмуда, а возвращение Танаха. И здесь, соответственно, уже там начинает расширяться Аллаха, меняться Аллаха, начинают возвращаться идеалы, и происходит как раз кардинальная перестройка уже иудаизма, его обращение не внутрь себя, чтобы построить границы сообщества, чтобы оно сохранялось, а как раз уже выход из этих границ по отношению к окружающему миру. Знаешь, если можно, я сейчас все перебить, влезть, мне кажется, что нужно немножко по-другому сказать, что в Галуте есть неравновешенность. Галаха слишком много занимает, так что Галаха – это кому-то весь иудаизм. В стране Израиля Галаха никуда не уходит, она остается, но просто остается, возвращается равновесие между галахическими и негалахической частью, между идеалами и заповедями. И вот это возвращение равновесия, мне кажется, очень правильный термин. Не, что нужно убрать Галаху, а нужно вернуть равновесие. Мне кажется, так будет более правильным. Да, я сто процентов согласен. Кроме того, интересно, мне кажется, Андрей, ты про это не сказал. Вот еще один пример, который приводит Рафшерке, ну, скажем, такого религиозного разнообразия, если так банально сказать. Это пример начала молитвы Шмунайсре, где в качестве, скажем, определения тому, кому молятся, Всевышнему, говорится, Илле Авраам, Илле Ицхак, Илле Яков, а именно, Бог Авраама, Бог Ицхак и Бог Якова. И действительно, человек, который три раза в день повторяет, он как бы к этому привыкает. А Рафшерке, опять же, пользуется таким способом, что он в этой вот игре у него есть такие козыри, джокеры. Он вдруг выкидывает эту штуку, и человек замирает и думает, а да, действительно, как же это, он задает вопрос, если это один и тот же Бог, зачем надо три раза повторять? Почему не написано по-простому Бог Авраама, Ицхак и Якова? Звучало бы гораздо более как бы логично. Вместо того, чтобы повторять три раза слово Бог, когда человек, не дай Бог, может зародиться сомнение, что они поклонились разным богам. У каждого говорится Бог Авраама, Бог Ицхак и Бог Якова. И на это, как предлагает Рафшерке, ответ может быть, может быть, только один. Что Бог-то, конечно, у них был един и один, но они к нему каждый шли своим путем. И поэтому подчеркивайся три раза. Вот это интересно. Окей. Да, это как раз следующий пункт. И Рафшерке пишет, что если бы, допустим, журналист взял интервью Авраама, Ицхак и Якова, то статья бы называлась «Три воззрения на Бога», три мировоззрения. То есть они действительно в Торе вот это выражение, да, и в молитве Бог Авраама, Бог Ицхака, Бог Якова. То есть у каждого свое восприятие, но при этом обязательно, да, что это один Бог. И тут мы подходим к концу, собственно, единства в разнообразии, да, что если два человека абсолютно одинаковые, это означает, что один из них лишний, да. Не могут быть два одинаковых человека, у каждого свой уникальный путь. И тот факт, что Бог создал их обоих, говорит о том, что каждый из них необходим, да. И как еще есть выражение, день твоего рождения – это тот день, когда Всевышний понял, что этот мир больше не может существовать без тебя, да. И в этом, собственно, и есть глубокое понимание единства Бога, что все оттенки, многообразие, проявляющиеся в мире – это разные раскрытия единого целого. И вот это единство сущностно отличное от однообразия, да, от той реальности, которую хотели построить строители Вавилонской башни, это именно инклюзивное единство, да, как мы говорим Ашем Элукейну, Ашем Эхад, да, что наш Бог – это Бог единый, да. Он не кроме чего-то, да, нам не нужно что-то исключить, чтобы познать Бога, а нам, наоборот, нужно соединить все, соединить все оттенки того мира, который он создал, и, соответственно, все стремления своей личности. Вот это такое инклюзивное единство в разнообразии. Да, понятно, что самая сильная опасность, которая видится в таком, скажем, превратном понимании религии и религиозного переживания – это некоторое единообразие, которое в худшем варианте очень похоже на тоталитаризм, то, что мы называем. Или, или, как бы, в терминах прошлых, прошлых бурелин, да, это поклонение некоторому истукану, некоторому идолу. И в этом отношении действительно потрясающий пример – бог Авраама, бог Ицкаргия, бог Якова, который, по-видимому, можно, как бы, комментировать и понять только так, что у них, у каждого, у каждого был свой канал, у них у каждого был свой личный диалог. Трудно себе представить, что в тоталитарном режиме, да, или в поклонении некоторому идолу или человеку, возведенному в статус идола, да, истукана. Каждый из его, тех, которые ему, как бы, поклоняются и беспрекословно выполняют его волю, у них есть свой специальный канал разговора с ним. Нет? Но то, что эти вещи, то, что эти вещи, они, как бы, в них есть опасность, и они могут перевернуться, это да, есть. И поэтому Раф Шерти все время, в этом параграфе и дальше, он будет все время повторять. Да, это похоже, ну, конечно, это не так. Вот есть вопрос в чате от Инны. К чему было разделение на три группы? Это врожденные качества или можно перейти из одной в другую? Всем ли трем категориям дано познать творца или предопределено? Насколько я понимаю, это про вот эти три группы. Ну, конечно же, это не врожденные качества, а это лестница восхождения, да, что нужно и стремиться перейти сначала к человеку, то есть выбирать не вкусное, а полезное, неописательно, да, вкусное, вот, и в конечном итоге перейти к уровню, который Маймонит называет Элогим, да, связать все это к познанию творца. Кроме того, один человек, мне кажется, может в чем-то, да, стремиться к пользе, в чем-то к удовольствию, а в чем-то он уже какие-то желания, стремления он уже соединился со стремлением к познанию творца. А почему человек стремится, животное стремится к удовольствию? Почему он стремится к удовольствию? У него, он понимает вообще животное, что для него удовольствие, что нет. Он стремится к пользе, чтобы набить живот, отдохнуть там еще где-то, а человек должен стремиться, наверное, к разумному, к чего-то. В это разумное входит и удовольствие, и все остальное. Мне кажется, так. Стремление к удовольствию имеется в виду к вредному удовольствием. А откуда у животного вредно удовольствие? Вот он хочет жрать, пошел, завалил лань, съел и все, вот у него удовольствие. А почему оно вредно? Это Бог так ему сказал. Пошел размножаться, это разве верно удовольствие? Не-не-не, мы говорим не про животных, мы говорим про человека на уровне животного. У животного, у него действительно польза равна удовольствию. Но человек, у которого есть мораль, тогда он действительно, если будет отвергать пользу ради удовольствия, тогда вот такой человек называется животным. Ну, я что-то не совсем согласен, потому что если человек стремится к удовольствиям, значит, ну что-то там извращено, плюс на минус на какой-то, но это не значит, что он совсем животное. Все-таки есть голова, он должен думать. Больше, но все равно он стремится там к тому, что присуще человеку, но не животному. А животное – это животное. Как природа назначила им, как Бог назначил, так животное и поступает. Вот и все. Ну да. Давайте постараемся дойти до конца нашего параграфа, потому что там как бы самое интересное в самом конце. И потом еще вот вопрос у меня. Вы говорите, что Бог рассеял там Вавилонскую башню и так далее. Все это рассеяно было с тем, чтобы была индивидуальность у каждого человека. Там же есть другое объяснение. В принципе, по логике, читая это все, мы видим, что человек хотел создать себе имя без Бога. Ну вот если Бог решил так вот рассеять, то возьмем маленький коллектив какой-нибудь научный. Давайте их рассеем, и что сделает один человек без другого? Или они сделают это в коллективе все вместе? У каждого будет индивидуальность, если Бог рассеет научный коллектив, к примеру. Ну и что они сделают? Ничего они не сделают особенного. Но когда они вместе, они сделают. Просто Вавилонская башня была без Бога, они решили сделать себе имя. Ну вот почему? Или я что-то не понимаю? Я думаю, что вы говорите правильно, с исключением одного слова просто, непросто. Можно брать любой эпизод и обыгрывать его, как бы пытаясь выстроить свою концепцию. Раф Шарки берет историю с Вавилонской башней, и он приводит как подтверждение для своей концепции. При этом понятно, что из этого же сюжета или из этого же рассказа другой человек может взять другую. То, что вы говорите, это достижение некоторой технической цели, можно правильно делать лучше в коллективе. Но когда речь идет о постижении Всевышнего, то правильно, чтобы эта глобальная цель достигалась человеком индивидуально. Вот такая идея. А при глобальном строительстве, БАМа, например, там никакой индивидуальности нет. Человек пропадает. Получаются рельсы, убийства. В конце концов, премидиозный проект тоже не получается. Мне кажется, здесь в том и смысл, что Всевышний разрушил вот это однообразие, разделил все народы для того, чтобы они потом соединились, при этом оставаясь каждый самим собой. Про то, что говорит Юрий, чтобы они сделали это общее дело, но при этом каждый прошел свой уникальный путь. И потом они все соединились к единой цели, оставаясь самими собой. А что, собственно, в Вавилонской башне была совершенно другая идея. Устроить БАМ, да, там было. БАМ, это понятно, что это для пользы человека они там строили все там, как сказать, безбашенные, без Бога, все атеисты и так далее. Вавилонская башня тоже самое было, в принципе. Они хотели избавиться, сделать себе имя. То есть Бог для нас ничего. Мы сами здесь, сами главные, сами социальные, мы их сделаем. Юрий, все правильно, давай продвинемся чуток с Вавилонской башней дальше, потому что мы не успеем сегодня. Все правильно говоришь. Окей. Я, собственно, закончил. Да, вот последний слайд. Единство Бога – это понимание всех оттенков как разных раскрытий церкви. Окей. Тогда я хотел сказать, вот весь этот параграф, который мы большое изучили, или раздел, да, это раздел, существует ли, вообще цель в жизни, да, от слова тахлиль, то есть конкретная задача. Может ли эта цель быть одна цель у многих? И дальше вот это вот единство в разнообразии. Ну вот я, меня не то, что поразило, это опять вот эта вот как бы парадоксальная постановка вопроса. Рафшерки кончает вот весь этот раздел, да, который мы сейчас закончили, такой фразы. Он пишет «Зои ахдут ашона вофан маути ми ахидут». Вот есть два вещи. Ахдут – это плохо, ахдут – это хорошо, а ахидут – это плохо. И на самом деле это очень близкие слова. Перевод такой. Ахдут – это объединение. И объединение, по-видимому, стирающее индивидуальное различие, скажем так. А ахидут и ахидут – это некоторое единство. Это единство в разнообразии. Но опять же, для меня, для меня, да, видно, что эти вещи, даже из-за того, что они однокоренные, они находятся в очень опасной близости одна от другой. И не даром у них один код. Окей? Разнообразие. Было еще, когда, допустим, вот два человека, там Адам и Хава были, они начали рожать детей. Дух, который был на этих двух, он начал делиться. Кровь начала делиться. То есть дух начал делиться. Допустим, на примере семьи у отца была какая-то мечта. Быть слесарем и так далее, у матери быть поваром. Дети у них родились. И вот один пошел в слесаря, другой в повара или еще в какие-то такие. То есть то, что человек задумал, он воплощается в их детях. То есть дух делится, в конце концов. То есть разнообразие обеспечено с самого начала. Мне это, честно говоря, не очень понятно. Давайте попытаемся, давайте попытаемся. Если можно, если у кого-то есть соображения. Вот мы сейчас резюмируем эту большую, может быть, небольшую по тексту, но большую по смыслу пониманию. Вот такой вброс, если можно сказать. Начало первой главы книги Рава Шеппина. Которая в моих глазах, ее самое нетривиальное, нетривиальное, это действительно каким образом пойти по этой грани, чтобы это был ахдут, а не ахидут. То есть чтобы это было единство в разнообразии, а не вот такое монолитное сплочение всех в одну. По-видимому, по-видимому, в глазах Рава Шерки, это центральная задача, я не знаю, может быть, современная задача религии. А именно релевантность религии происходит в том, что для современного человека, для которого слово «плюрализм» для кого-то, оно является ругательным. Но тем не менее, плюрализм, как наличие опций, наличие вариантов, все время выборов чего-то, оно является главным параметром нашей современной жизни. Каким образом сделать так, представить религию для религиозного человека или для нерелигиозного человека? Потому что он понял, что в религии, которая представляется именно как ахидутом, как цва-шем, как армия служения Богу, тем не менее, тем не менее, это Элоэ Врангусе, Элоэ Царх, Элоэ Яков. Вот это, на мой взгляд, это генеральная задача этой книги. Окей. У кого-то есть краткие соображения, либо мы на этом подводим черту. Уважаемый Пинхас Павловский, у вас есть что-то сказать? Нет, если бы у меня было, я бы сказал. Ну что ж, это хорошо. Я не стеснительный. Да, так распонятно. Во-первых, человек должен быть ознакомлен с заповедями, здесь хотя бы с десятью речениями, в наймах, семью с этими, запреты балопоклонства и так далее. А потом у каждого человека, каждый в своей среде живет, и это индивидуально вообще для каждого человека. То есть и в этом разнообразии... Нет, это не спасает, это совершенно не спасает. Люди живут в разных сферах, но мы видим, что то, что происходило в тоталитарных режимах, я не знаю, не будем приводить близкие реальные, возьмите там какой-то Кабоджи, Лаос, Китай, там или еще что-то, или немецкая Германия во времена Гитлера. Совершенно разные ситуации были, разные культуры и все прочее. Но тем не менее, очень быстро все сплачивались для достижения одной чудовищной цели. Так что, по-видимому, именно в Тева, а именно в природе человеческой, действительно заложена вот эта вот опасность, опасность, чтобы все сделаны все-таки в одном чекане, это действительно всем быть для Альхидута, в некоторую сплошную массу. Тогда, по-видимому, наступает эффект Вавилонской башни. Без Бога, эффект, без Бога, действительно эффект Вавилонской башни наступает. Какая цель была у Гитлера? И какая цель была, допустим, у царя Шлома? Когда там 40 лет, правил он без всяких там... Ребят, я считаю, что здесь нужно остановиться. Понимаете, мы уже... Мне кажется, что мы уходим, так сказать, совсем далеко. Мне кажется, здесь нужно остановиться, переварить, прислать вопросы и дальше уже подготовить ответы на более серьезные. Есть они, есть. Окей. Давайте сделаем в такой форме. Сегодня на этом мы заканчиваем наш ассорт. А теперь важно, важно, Натан, то, что мы хотели сделать перерыв на три недели. Да, есть предложение сделать перерыв до конца августа. Сейчас наступает время или наступило время после трех недель, в которой не принято веселиться, отпуская пятое-десятое. После девятого. А сейчас наоборот наступило... А сейчас, да. А сейчас, наоборот, вот как раз восстанавливается это равновесие. Да, и все ездят по своим тропинкам, то, куда в такие отпуска. Поэтому предложение до конца августа... Даже, может быть, до 12 сентября сделать? Или слишком много тысяч. Может быть. Мы посмотрим. Будете слить и сообщить. Сочи сделаем до 12 сентября. Это будет правильнее. Да. Но такое пожелание для тех, кто присутствовал сегодня, для тех, кто будет слушать эту запись. Пожалуйста, посмотрите, послушайте то, о чем мы говорили. Будем очень рады, если будет продолжение обсуждения в любой известной вам форме. В Телеграме, в виде комментариев, в Ютьюбе и так дальше. Мне кажется, вопросы, которые поднимает Рафшенко, они суперактуальны. Для двух сторон этого мира, во всяком случае, так как мы его видим, или так как он его представляет. Это мир религиозный и мир неглигиозный. Это очень-очень актуальный вопрос. Окей? Тогда мы на этом заканчиваем. Хорошо? Спасибо. Спасибо. Думаю, что да. Окей, тогда всем счастливо. До свидания. Следите за нашими объявлениями. Всем пока. Спасибо. Счастливо. Пока. Счастливо, пока. Счастливо. Продолжение следует...